Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. В открытие нового научно-практического центра фармацевтической разработки вложат 5 миллиардов рублей. Производство будет находиться на площади в 300 квадратных метров на территории предприятия в посёлке Лёвенцы Оречевского района. Здесь будут выпускать вакцины от социально значимых заболеваний, в том числе от вируса папиллома человека и опоясывающего лишая. Старт доклинического исследования препарата запланирован на начало 2025 года, а к 2030-му планируется разработать ещё 5 вакцин. Компания-владелец предприятия планирует увеличить производственные мощности и создать дополнительные линии на заводе. Новый центр станет преемником центра ранней разработки компании, который до недавнего времени располагался в подмосковном Наукограде Пущино. Сотрудникам скорой медицинской помощи установили новые выплаты. С 1 июня этого года установлены доплаты для сотрудников скорой помощи. 19 тысяч рублей для врачей, 11,5 тысяч для фельдшеров выездных бригад, почти 7,5 тысяч для фельдшеров по приёму вызовов. На втором этапе планируется увеличить региональные выплаты за счёт средств областного бюджета. С учётом федеральных выплат ежемесячную надбавку к зарплате сотрудников скорой помощи планируется поднять до 50 тысяч для врачей, до 30 тысяч для медицинских сестёр и фельдшеров, до 19 с лишним тысяч рублей для медработников по приёму вызовов. Также предусмотрена ежемесячная выплата ординаторам в размере 50 тысяч рублей за работу в районах и 20 тысяч в Кирове на 0,75 ставки в месяц. И за 6 месяцев объём собственных доходов областного бюджета составил почти 30 миллиардов рублей. Основную долю этой суммы, более 90%, составляют налоговые поступления. Как сообщили в региональном министерстве финансов, объём налоговых доходов составил 1 миллиард 600 миллионов рублей. В основном это платежи за использование лесов и доходы от денежных взысканий. На этом всё. У микрофона был Владимир Сметанин.